хотел бы вам вопросы задать ну давайте пожалуйста задавайте я с вами с утра переписывался да смотрите хотелось бы узнать я сам из протестантов да из баптистов и мне хотелось бы узнать вот у нас проповедуют что достаточно одной веры для спасения как так понять как понять веры то есть покаялся крестился и все ну а как же якоб говорит вера без дела мертва что мертвичину богу показать будешь и павел говорит бегите чтоб получить на ресталище я для всех сделался всем это огромный труд и дальше он перечисляет больше всех был там то там то там то впрочем я благодать божия со как такую веру без и веры ты трепещет от бесовской веры то есть покаялся человек принял крещение этого всего недостаточно до должна быть цирку церковная жизнь ну него церковь лена такого слова нет надо жить в духе святом а вот допустим человек покаялся это один вопрос а теперь крещение сектанты какое право имеют крестить они не знают как крестить крести должен священник они никто самозванцы это наследники дофана верона и корея числа 16 глава сколько на земле грехов и только за один грех живьем в ад за что за отделение они даже не понимают что и ждет впереди они не церковь 16-го 18 и сих матпей говорит я создам церковь мою и врата да не одолеют ее церковь но не церкви откуда они взялись спустя 1600 лет и что снова бог церковь образовал а как они понимают так никогда не понимала церковь рукоположения нету самозванство а это были образы для нас чтобы не были походливы на злое так тут меня зовут папа тихо у нас а 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 я слушаю вас еще вопрос вот смотрите достаточно того вот все читать с могла божия и на этом все Так зачем считать-то? Положи, пусть лежит. Она для того и считается, чтобы выполнять. Христос спрашивал, когда подходили, как считаешь? Он задает вопрос, а она один вопрос навстречу. Как считаешь? Ну вот так и делай, иди выполняй. Как-то так. Достаточно, что считаешь-то. Что толку, что считаешь? Да считаешь, что понимаешь неправильно. Просто у протестантов церковь, они говорят, группа людей, там 3-4 человека, это уже церковь. Ну пускай даже полтора человека, но церковь там, где есть священство. Без церкви нет спасения. Вот считаем 5-24, где Деяния апостолов. Говорит, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. К церкви прилагал. Куда он будет прилагать, когда церкви-то нет? Они ее отвергли. Церковь идет от Христа. Вот у них спроси, как они баптисты понимают. Скажи, в 10 веке кто так понимал, как вы? Ну одного назовите. Ну никого нету. А Господь составил, говорит, во-первых, создал апостолов, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. У них учителей-то никого нету. Как ты, Ваня, понимаешь? Как ты, Маня? Да это не церковь совсем, а я ралаш. Это, я считаю, бесполезно как-то донести человеку, если это Бог не откроет. Ну, еретики как после первого-второго разумления отвращаются? Они еретики. Никак не надо убеждать. Ты за свидетельство отойди. Ибо они, говорит, грешат, будучи самоосужденные. То есть сами себя осудили. Все ссылаются, вот, разбойник, разбойник не вошел, ну, висел на кресте, покаялся и вошел в Царство Небесное. Так церкви не было. Церкви не было еще. Церкви-то не было. Церковь после воскресения Христова, когда Дух Святой сошел, разбойник, разбойник, вы не на кресте. Это первое. И подделываться под разбойника только по делам, может быть? Тогда да. Да. Разбойники они? Да, не было церкви. Она была не создана еще. Ну, совсем глупости какие-то городят. Они... Чего они мельтешатся перед глазами-то? Зря. Я видел. Просто, когда начинаешь говорить там, ну, общаться с ними там, сразу, где написано, где написано, где написано. Начинаешь показывать. Это не к этому относится, это не к тому относится. Все это выворачивается как-то. Святых отцов отвергают. Ну, раз они еретики, они по-другому и не могут. Так и написано. Будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Деяние 20 глава, 29 стих. Превратно, то есть извращенно. То, что я когда обратился в баптизме, я первую книгу свою начал читать, скажем так. Ну, мне стало интересно изучать, откуда историю церкви. Я купил себе книгу Серафима Саровского «Житие» и начал читать. И он, ну, вы, наверное, по-любому читали Серафима Саровского «Житие». И он там так описывает. И я смотрю, совсем разные вещи, что у протестантов проповедуются. Совсем. Понимаете, вот это протестанты, нет такого слова. Есть истина, есть ересь. Еретики. Не надо то динаминации, конфессии. Это дьявол прикрывает слово ересь. А ересь – дела плоти. Первая коринфия, пятая глава. Они стоят среди разврата. Богородица, не Богородица. А как же не Богородица? Если не Богородица, тогда Иисус Христос не Бог, получается? Да. Я вот этих моментов не понимаю. У меня в голове они не укладывают. Ну, как, говорит, Бог явился во плоти, Павел пишет. Бог явился во плоти, показал себя ангелом. Куда на это денут? Ну, 1 Тимопея 4, 16, считай. И первая глава, говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Да. Есть такое. Они никакого отношения к церкви не имеют. Просто еретики. В одной Америке, в одной Америке только 21 тысяча разных еретиков. Разных. Ну, ладно, нет одной иконы, нет Божьей Матери, все. Ну, тогда бы одинаково хотя было. Нет, 21 тысяча разных. А почему? Он просил сеять, как пшеницу. Они никакого отношения к церкви не имеют вообще. Никакой связи. А вот, Иоанн Тихонович, отвергается также литургия, евхаристия. Литургия, это... Общее дело. Это общее дело переводится по-гречески. Ну, не говори литургия, говори общее дело. Мы кое-что говорим, но не знаю, что такое анафема. Можно не анафема, а сказать проклятие. Но, однако, Господь говорил словами, которые остались не переведенные специально. То есть, литургия, это установила Вселенская Церковь, да? Литургия, это как раз и есть вечеря тайная. Общее дело. Переводится на русский язык. Общее дело. Литургия, это строительство корабля, называется. Когда все молотками, топорами стучат. Общее дело. А что наше дело, не общее дело. Это мафия преступная. Так и называется наше дело. А у вас-то жена как? Не принимает? Нет, она у меня напрочь не принимает православие. Вот я хочу перейти в православную церковь, и как бы есть препятствие. Это не препятствие совсем. Тебе предлагается небо и земля. Быть со Христом или нет? Здесь никто вам мешать не может. Тем более она должна с мужем быть. Куда иголка, туда нитка. Она пускай заходит, поговорим. Какие вопросы у нее есть, она пусть задает. У нас тут один был тоже, Баптист, принял крещение ребятишки. А жена ни в какую. Два года пришла, она уже православная, и все. Много препятствий, много. Потому что разные споры. Она, можно сказать, с детства в этом. А я 5-6 лет как пришел. И начал изучать. Вот у нас тут один Иван Грибанов. Вы познакомьтесь поближе, он из Баптистов. Его там при святера собирались. Он говорит, да ничего нету, пустое место. С кем разговаривают-то? Ни на один вопрос ответить не можете. Тысячелетнее царство. Они верят, что оно на земле будет царство. Они будут царствовать. А оно началось на Голгофе царство. У них толкователей-то нету. Есть ли какие-то извращения, какие делают, и все. Ну вот, в начале протестанты, а теперь лютеране другие. Мужика на мужике женят официально. Ну что, достукались? Садом проклятый. То есть вы мне какой можете дать совет отцовский? Ну, когда вот... Ну, конечно, какой. Если крещения у вас не было, готовьтесь ко крещению. У нас крещение будет в деревне 16 июля. Вот, Вячеслава, выходите. Там набирается группа, едут. Тут армянка собирается креститься. У нас каждый год отовсюду приезжали, крестились из Ливана, из Италии, Германии, Франции. Священник заходит в воду. И прямо, а баптисты крестят на спину, а это не крещение во Христа, а положение во гроб. А он говорит, в смерть крестились, 4-6 послания Павла к кремлинам. В смерть, а он умер стоя. Стоя. А они его на спину опрокидывают. Такого никогда в церкви не было. И при том все эритики одинаковы. И как святые говорят, у них в крещении не обовение от грехов, а осквернение. Вот начнешь говорить баптисты, что главное-то? Крещение несет прощение грехов? Нет. Но когда Павла Петра спросили, 2-38, Деяния, что нам делать? Он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Для. И получит дар Святого Духа. А когда епископ Анания пришел к Саулу и говорит, брат, что ты мерзишь, 22-16, Деяния апостола, встань, крестись и омой грехи твои. Я уже братом назвал. Что тут непонятно-то? И единое крещение, восставление грехов. Мы в Симоле верят и считаем. Потому что я как-то переживаю. Детей не крестят. А у меня два ребенка маленьких. А почему не крестят-то? Вот и привозите с детьми вместе. Дети будут крещеные. Все бесплатно. На это смотреть не надо. Она не желает. Это ее дело. А потом будет работа. Господь может коснется. Нет. Просто я про что? Когда вы... Ну, вы, наверное, понимаете. Начинается в доме споры там. Вот это вот, чтобы... Это ничего не значит. Это ровным счетом ничего не значит. Вот спор. А не спорь с ней. Молись, молчи. Скажи, еретики. Я все с ними время тратить буду. После первого-второго вразумления отвращайся. Либо они самоосуждены. Никакого внимания это даже не обращай. Что, она вас бить будет или еще? Или отравит? Да нет. Ну, так нет. А что тогда? А остальное не имеет значения. Никакого. Не слушается жена, говорит, отсеки ее от плоти. Но в данном случае она должна сама принять это решение. Она увидит, как в вашей жизни все меняется. Бороду только не трогайте. Даже ни одной волосинки. Не трогаю. Ну, у вас хорошая борода. Ну, в смысле, что они повреждены. И волосы не подрезайте нигде. Так как есть, так и должно быть. Это я все от вас перенял. Как упокоился, начал смотреть. Стою со станком, думаю. Зачем он мне нужен? Закинул вы его этот станок. Да ты зайди в храм, посмотри. Все апостолы, пророки, все с бородами. Баптисты словарь Нюстерма выпустили. И все с бородами. У меня журнал был, назывался «Баптист», 1910 год. Большой формат такой. Сидит одна молодежь-то. Ну, человек 50, наверное. Все до одного с бородами. Все. У них это, ну, недавно началось-то. Павлов, который был, там, Редсток. Все с бородами. Основатели баптизма все с бородами. Да. Есть такое дело. А это что? Это дружба с миром. А это вражда с Богом. Почему сейчас этого нет? А вот жене не нравится, а вот тому не нравится. Да какая разница, жене не нравится. Лишь бы Богу нравилось. Да, Бог меня сотворил так. Это физиологическое отличие от женщины. Вот у них бороды нет. У тебя есть, это твоя власть. Подчинение Богу. А эти, которые без борода, это садомиты проклятые. Или подкадущеньки. Никак. Ношение галстука вот это, я тоже этого не принимаю. Пуговица расстегнута на выворот. Никак. Все должно быть, вот оно как на... Дело должно быть открыто. А галстук, это масонский знак. И первая пуговица должна быть расстегнута. Масоны, я знаю их устав. А масоны, это те, которые посадят антихриста. Да. Так что ни шагу, ни куда. Подготавливайтесь к окрещению. И будете... Вы где живете-то? Я живу в Брянске. Это 500 километров от Москвы. Брянск. Брянск. Орел, может, слышали? Ну, еще бы не слышать. Рядушком все, рядушком. Ну, у нас приезжали с Ливана креститься. С Ливана из Италии. Это много дальше. А это можно на поезде приехать. Но только перед этим я вам путевку дам, выпишу. И вы с батюшкой, с отцом Акимом переговорите. Как поезд? Какой останавливается на нашем полустанке? Не откладывайте крещение. Крещение должно быть полное. Сколько детям? Ну, маленькие еще. Девочке два. А мальчику полгода можно. А-а-а. Конечно, это маловато. А вот надо, чтобы с женой они были. У нас приезжали такими с грудными детьми. Баптисты принимали крещение. У нас бы крестились и католики, и баптисты, и адвентисты, и свидетели Югова, и мусульмане. Истина открывает глаза всем. Да. Потому что есть уставы церковные, есть предания старцев, как было раньше. Они что, придумали люди? Ну да. Это, если, допустим, не предания старцев, это труд святых учителей, как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Я не нашел еще в баптизме равных им. Да, я беседовал с ними с огромными аудиториями. Один раз беседовал, примерно 450 человек. Я еще только кончил говорить, пресс-фитер встал и говорит, мы согласны сегодня всей общины перейти. Одна проповедь только. И они вопросы задают, а от них праха не остается. Там ничего нету. Они писания не знают. Почему Иеремия говорит, расспросите, где путь древний, путь добрый, по нему идите. То есть, что касается... Что касается... Сейчас, 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 что-то пропало у меня. Сейчас выйду на связь. Да нет, хорошо видно. О, все. Нет, это просто позвонили и я отошел. Не было баптистских церквей в 14-м, в 13-м веке, да? Не было вообще. Вообще не было. Первая община была в Роджерсе образована. В 1639 году, запомните. В 1639. До этого ни одного баптиста не было. Не было. Никогда. Потому что ни священников нету. Я сколько пытался найти их вот эти вот апостольское рукоположение по старанию, если брать проститантизма. Их нету вообще. Вообще нету. А теперь возьмите, они ломают хлеб, там печенье покупают. Я говорю, вы взяли в руки что? Ну, хлеб. А когда переломили, что у вас? Ну, тоже хлеб. А там, когда подал, говорит, тело мое ешьте, тело, вкушайте. У них нет причастия. Нет истинного крещения. Там ничего нету. Выдумка одна. Так, у меня у нас сейчас молитва будет. Все, вопросы закончены. Хорошо, заходите. Все, начинаем. На молитву уходим. Спасибо. Спасибо.